Девушки отдыхают Вот что стало самым значимым, самым главным событием 2010-го? Ну, пожалуй, если говорить, допустим, о сфере политической или околополитической, я бы выделил все-таки смену московского мэра. Мне кажется, это вне конкуренции. Евгений, ну а вот жара летняя, засуха, как это экономические факты? Хорошо. Помимо климатических изменений, которые, безусловно, в этом явно прослеживаются, здесь есть и четкий экономический эффект, который ощутили почти все, а уж не обсудил, только ленивый. Если мы говорим, например, о росте цен на многие продовольственные товары, о том, что этот рост, видимо, задержится, ну и о том, что наш ВВП оказался по итогам года не таким большим, в том числе и из-за ущерба, нанесенного сельскому хозяйству. Вот о росте цены, о потребительском спросе. Аналитики в 2010-м ожидали такой прям бум потребительского спроса. Был, не было? Действительно люди стали больше покупать? Ожидания были более или менее осторожными. Многие очень осторожно смотрели в 2010 год. Ситуация стала меняться, когда стало понятно уже в первом квартале 2010 года, что похожая экономика развивается гораздо лучше, чем ожидалось. И, собственно, потребители являются похожи тем самым локомотивом, который вытягивает экономику из кризиса. Именно потребительская активность потянула, соответственно, рост многих секторов. Ну да, вот Всемирный банк дает свой прогноз по росту ВВП, они говорят 4,2%, и основной фактор – это потребительский спрос. Стоит уточнить важный момент, что на 2010 год 4,2% – это пересмотрены с 4,5%, то есть уже понижены. Видимо, вот та засуха, о которой мы с вами говорили, она и повлияла. И они еще понизят, я вам хочу сказать, поскольку они немножко излишне оптимистичны. То, что я сейчас вижу в четвертом квартале, если мы будем говорить о том же самом росте потребительского спроса, который ждали, который бумом-то и не стал, так он немножко выдыхается. Если вы посмотрите на динамику розничной торговли, тут уже нет никакого всплеска, есть даже некоторое замедление темпов роста. И, собственно говоря, это основная проблема, например, если мы смотрим в 2011 год, кто, собственно, потянет экономику. У потребителей уже, похоже, нет. Давайте еще о потребителях. Вот сейчас, в канун Нового года, Рождества, куча акций. Что лучше делать? Нести деньги в банк, положить какой-то процент по депозит, который еще не самый маленький, или все-таки какие-то дорогие покупки? Купить телевизор, телефон какой-то. Как лучше поступить? Ну, смотрите, если бы у нас, как в США, была Черная пятница, когда массовые распродажи идут по ценам в 50% ниже, соответственно, той, которая стоит на оставшиеся 364 дня в году, я бы сказал, ну, конечно, стоит, может быть, этим воспользоваться. Но поскольку у нас такого нет, никогда не практиковалось и, видимо, в ближайшее время не предвидится, то я бы сказал, что... В банк на депозит. Ну, по крайней мере, сбережения в настоящее время мне представляются гораздо более рациональной стратегией поведения. И я объясню, почему. Дело в том, что мы уже коснулись момента, что не так активно, собственно, растет экономика, не так активно растет экономика, как ожидалось, допустим, в первой половине 2010 года. Собственно, третий квартал принес существенное замедление темпов роста, и если что-то в четвертом квартале и будет получше, то не принципиально. Видимо, лучше, чем второй квартал год к году, наша экономика, вот эти вот 5 с лишним процентов, она уже больше не покажет. И если 3,5 будет по итогам года, будет хорошо, будет чуть выше, будет замечательно. Но вот я говорю, уже больше чем о четырех не идет. На 2011 год я бы тоже смотрел очень осторожно. Дело в том, что неопределенность остается высокой. Ладно бы только у нас. Нет, проблемы, допустим, в Европе, проблемы в США, проблемы в Японии, проблемы в Китае, проблемы в Новой Зеландии и Австралии, которые относительно мирно прошли через кризис. И если мы посмотрим на совокупность вот этих самых проблем, то абсолютно очевидно, что кризис, к сожалению, он не закончился. Поэтому имеет смысл, в общем, быть осторожными. То есть телевизор, я все время говорил, вот особенно в начале кризиса, и когда эта ситуация начинала гнетаться, не торопитесь ничего покупать, даже если вам кажется, что цена потом вырастет из-за обесценения рубля, вы в телевизоре жить не будете, в машине жить не будете. Если у вас есть вещи гораздо более важные, чем, соответственно, телевизор и машина, лучше потерпите, приберегите. Никуда этот телевизор не убежит, зато переживете непростые времена. Здорово. Давайте вот о ваших же прогнозах. Октябрь 2008, начало кризиса. Вы говорите, не играйте на валютных курсах, храните деньги в рублях. Для меня это звучит, как храните деньги в заберегательной кассе. Дальше. У нас июнь 2010. Евро и доллары будут дешеветь к рублю, и россиянам выгоднее хранить сбережения в национальной валюте. Что сейчас, в декабре 2010, поменялось, ваше мнение, или все-таки в рублях нужно хранить? То, что происходит в последние месяцы на валютном рынке, это, пожалуй, событие. Ну, в первый раз я не могу на протяжении довольно длительного периода времени найти адекватное и правдоподобное объяснение происходящему. То есть, тот массированный отток капитала из нефинансового сектора, который наблюдается уже на протяжении приличной части третьего квартала и заметной части уже четвертого, он оказывает существенное давление на национальную валюту, обесценивает рубль, и при этом, с моей точки зрения, он не имеет под собой серьезных, ну, вот таких вот экономических оснований. Экономически рубль может дорожать и мог бы дорожать, и не было никаких оснований, почему рубль бы не дорожал, с моей точки зрения, в сентябре и октябре, и, собственно, в августе, без особых проблем. Но он не дорожал. Причины его я до сих пор до конца не понимаю, но я искренне верю, что явление это достаточно временное. Соотношу его, скорее, с теми валютными войнами, о которых шел довольно продолжительный разговор. А значит, оставаться в рубле не страшно. И я пока, в общем, продолжаю в национальную валюту верить. И более того, в 2011 году жду, что курс будет к концу года приблизительно 29 рублей за доллар. Здорово. Но, тем не менее, сейчас вот проценты по депозитам в первоклассных банках, они ниже ставки рефинансирования, ниже инфляции. Получается, что люди в реальном выражении просто теряют деньги. Положил на депозит, а, в общем, ничего не заработал, в лучшем случае, сохранил. А я вам хочу сказать, что население уже давно понял, разобралось в ситуации, что первоклассный банк, это вовсе не всегда то место, где лучше всего хранить депозит. Если у вас сумма не превышает 700 тысяч рублей, или, что правильнее, если сумма плюс проценты, которые вы ожидаете на ней, накопятся к моменту, когда вы хотите вклад забрать, сложная конструкция, но тем не менее, не превысит 700 тысяч рублей, то вам абсолютно все равно какой это банк. За вас, соответственно, вас будет интересовать риск агентства по страхованию вкладов. А процент, который они могут заработать? А если вы берете не самый надежный, так сказать, в скобочках банк, соответственно, то автоматически процент будет повыше. Не важно, процент будет повыше. Я вам хочу сказать, банки второго, третьего эшелонов, если так можно их классифицировать, то есть некрупные и, может быть, не такие известные и разрекламированные, предлагают совершенно спокойно до сих пор около 10% по депозитам. Даже с текущей инфляцией, которая вполне, допустим, в декабре, по итогам года может составить около 8,5%, Министерство эконом-развития ждет чуть меньше, 8,5% это хорошее округление, как минимум, это мои ожидания. Центробанк, чтобы сберечь, хранит свои резервы в иностранной валюте. Почему мы, обычные люди, рядовые граждане России, не можем действовать как Центробанк? Да можем, конечно, можем, конечно, только ситуация в чем? Смотрите, Центробанк получил эти резервы в обмен на товары, которые мы поставили за рубеж и нам за них заплатили валюту. Если вы посмотрите на резервы, я бы сравнил их, ну вот смотрите, полнокровный человек, соответственно, пиявками у него отсасывают кровь. Ну это может быть старомодный по нынешним временам метод, но просто чтобы иллюстрация была понятна. Вы видели когда-нибудь, что без пиявок кровь вдавливали, например, назад, как предлагают некоторые, использовать резервы для национальной экономики? Ну, как бы нормальному врачу это в голову не придет. Соответственно, самый главный момент, что обычно вот эту дурную кровь ее и убирают, она не очень нужна. То есть, по большому счету, резервы, если хотите, это балласт, он мешает Центральному банку полноценно сосредоточиться на реальной денежно-кредитной политике, которая бы развивала уровень финансовых отношений в стране и усовершенствовала финансовую систему. Он заставляет Центральный банк цепляться за валютный курс, за валютный рынок. Я не спорю, Центральный банк замечательно с этим управляется. У него очень, как бы, мастерский, так сказать, настрой. Такие комплименты Центробанку. Это действительно, как бы, я наблюдаю, в общем, политику ЦБ, и то, как он работает на валютном рынке не один год, и я вам действительно могу сказать, как уже профессионал этого рынка, что он очень хорошо сумел настроить свой инструментарий. Да, он справляется с этим очень хорошо, но проблема в том, что, соответственно, обратная сторона, это то, что очень часто не развиваются нужные финансовые инструменты производные, поскольку часто нет необходимости страховаться от рисков валютных, зная, что, как бы, нужную страховку просто сделает, окажет Центральный банк за бесплатно. Он выйдет и сдержит удорожание, сдержит удешевление. То есть, он не нужно страховаться экономическим моментом, если ЦБ работает. Центробанк такой папа или мама? Понимаете, родительская опека до определенного периода хороша, после определенного периода становится избыточно и плоха. Зачем шевелиться? Зачем напрягаться? Зачем, как бы, думать, как вот усложнить, так сказать, себе жизнь, чтобы сделать механизм управления своим предприятием совершений? Я лучше дам знать, там, где-то наверху, что мне неудобно. Вот, они помогут. А людям как себя вести? Нужно ли напрягаться? Нужно ли думать? Вот в 2011-м все аналитики прогнозируют, что доходность вкладов будет понижаться. Соответственно, надо сейчас. Открывайте пополняемые, открывайте пополненные. На год, на три, на сколько? Так спокойно, вот смотрите, как бы, я не вижу проблем с тем, чтобы, поскольку банки до сих пор, несмотря на то, что действительно у многих банков избыточная ликвидность. Многие банки действительно сильно срезали ставки по депозитам. Я хочу сказать, что в последние месяцы процесс приостановился, а в некоторых случаях даже развернулся. Почему? Все здесь Новым годом? Ну, не то, что, нет, нет, Новый год здесь ни при чем. Дело в том, что все-таки многие банки видят, что у них есть возможность расширить бизнес. Съесть, может быть, как бы часть пирога, который раньше принадлежал неима конкуренту, развиться в непростой для конкурента ситуации. Для этого достаточно взять, может быть, на себя чуть больше риск, чем раньше брали. Они видят, что экономика, хотя, может быть, и не настолько хороша, когда кризис ей не обеспечивает колоссального роста, но она вполне стабильна. И она позволяет развивать бизнес, если вы, так сказать, сильны. То есть, если вы сильнее конкурентов, вы можете в этой среде развиваться. Этим и хороша вот эта вот ситуация, что сильный выигрывает. А это значит, что вам нужны дополнительные ресурсы. И не просто, например, ликвидность на один-два дня. Нет, слава богу, ее у вас навалом, и она вам не нужна. У вас есть надежда, что депозит, который принесут вам, у вас и останется, если вы продолжите оставаться сильным игроком на этом рынке. А значит, вам дадут ресурсы на год, может быть, на два, и если повезет, на три. Собственно, поэтому, в принципе, многие банки, вот сейчас, в Новый год лишь максимум повод, делают, скажем, некоторые интересные предложения, ну, потенциальным вкладчикам, просто ради того, чтобы привлечь по возможности длинные ресурсы. Собственно, и все. То есть, как бы, это ставка на рост, это борьба, соответственно, за выживание между банками. В этом случае долгосрочный ресурс для многих будет играть принципиальнейшее значение. Именно не ликвидность, которой много, а именно долгосрочный ресурс. Пусть даже депозит пока и не может считаться полноценным долгосрочным ресурсом, но это не проблема, это лишь вопрос доверия к банковской системе.